День добрый, мои любимые и хорошие зрители. Рад вас приветствовать у себя на канале. Мы начинаем наш новый влог, новое видео. Праздники на подходе, время летит просто нереально быстро. Вроде бы, в счете, всем недавно мы отмечали Рождество и Новые годы, вот опять это все на подходе. Года сегодня просто бомбезная, посмотрите. Ни облачка, ни тучки, ни намека на дождь. Сегодня и завтра обещают отличийшую погоду. Так что, друзья, мы начинаем. Поехали. Доброе утро, дамы и господа. У нас особый день. Приехали владельцы замка и будут раздавать рождественские подарки. Смотрим, что же перепадет сегодня. Точнее, что же перепадет и в этом году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует гSt przez смотрите. друзья все закончилось подарки всем раздали было интересно впрочем как обычно всегда весело всегда приятно получить подарки сами знаете неважно какие те которые вы ждете или даже совсем не которые ждете на этот раз у меня что-то такое большое мягкая предполагаю это какой-нибудь пододеяльник халат шарф ну что-то что-то из этой оперы будем просто смотреть делаем это все по-дилетантски одной рукой завернуто красиво с душой с любовью и это по-моему плед это плед это натуральная как-нибудь шерсть из шотландского барана не меньше слушайте да такой мягкий хороший royal spiced made in scotland смотрите угодно в шотландии привет друзья мы находимся у меня на работе давайте я вам покажу чем буду заниматься сегодня мы находимся в винном погребе и сегодня проходить будет ужин именно здесь не часто у нас уже на двинном погребе возможно там несколько раз в год потому что чтобы поужинать днем надо платить отдельную плату за комнату и она начинается от полы полторы тысячи евро так это комната у нас выглядит но мы сейчас наставили радиаторов потому что на самом деле здесь холодно и вот пока гости не пришли нам надо немножко протопить чтобы они чувствовались более комфортно такой вот стол не самое уютное место для того чтобы ужинать вам скажу но довольно таки назовем это экзотическим ужинами будет дегустационное меню на 8 блюд даже на 9 блюд и когда вот они отодвинут вот эти стулья например бы человек сидеть протиснуться практически невозможно особенно мне но мы это не впервые как бы нормально можно обойти с другой стороны комнату в общем семья приезжает уже довольно часто каждый год к нам сейчас праздники перед праздниками они приехали и вот решили поужинать именно здесь завтра будет ужин в ресторане сегодня именно в винном погребе придут они 8 часов то есть через минутах 40 здесь у нас тоже комната может тоже чем-нибудь устроить но пока она так немножко завален тут вина коробки но это все уберется когда они придут просто надо немножечко нагреть потому что помещение помещение здесь холодное мы находимся вообще сверху у нас парковка замка определенную температуру для вин мы поддерживаем но вот чтобы нагревать помещение у нас кроме таких радиаторов так скажем не совсем красивых у нас ничего нет ну пока как то так сейчас не придут мы уберем но также есть чем накрыться если людям вдруг станет холодно бимана здесь очень много разных разные цены по моему от 40 евро до семи тысяч семи с половиной все как то так это выглядит все и доработать точнее дождемся гостей и сделаем то зачем мы здесь нужны друзья всем доброе утро сегодня мы едем на рождественский утренник кириллу в школу в ирландии его называют christmas play это по-английски в общем посмотрим что там творится что происходит погнали уландии белые снежинки кружатся с утра выросли сугробы посреди двора стала от снежинок улица светлее только одеваться нужно потеплей двадцать четверто декабря вечер мы находимся по-прежнему в ирландии идет дождь и сегодня у нас канун рождества завтра у нас 25 день рождества смотрите улицы пустые все ирландцы по домам наверное некоторые по бабам а я конечно же еду на работу сегодня у нас будет работы много в замке 120 человек и практически все те кто приезжает замок именно рождество каждый год но не только на рысь по приезжают и середине года в общем много гостей много людей которые знают чего они хотят цены выросли и конечно их ожидания тоже растут но если вы платили раньше 100 евро и получали определенный сервис а сейчас платится 120 конечно же вы хотите что-то еще лучше что-то больше и разные люди они могут цепляться к разным мелочам поэтому вечер будет активный немножко может напряжен в ком-то плане но все знают свою работу поэтому все я уверен выполнят на отлично еще едем замок если будет какая-то возможность будет что-то интересное просто включусь там и чего-нибудь вам тоже оттуда покажу что друзья мы на месте пойдем пойдем в замок так друзья такая скульптура для шампанских и задать сделано все так как в прошлом году подготовление полным ходом точнее все уже готовы все ждут небольшие митинги брифинги что как будет тут стуль будет как как-то ресепшн шампанское речь толкнет генеральный менеджер и потом все идут к нам в ресторан и там будет 110 человек меню 400 первых блюдо выбор два средних блюда выбор выбор из четырех горячих и четыре десерта так выглядит наш ресторан довольно пусто но на следующий день на рождественский день то и завтра будет все то же самое только чтобы будет больше украшен наша елочка пока пусто все наверно наряжаются собираются идемте тут еще одна комната чайная комната но поскольку у нас много гостей в замке в этой комнате тоже будет проходить ужин всего лишь 6 столиков по моему 6 столиков на две персоны каждый спокойно уютно вдали от главной комнаты потому что он будет очень шумно здесь будет атмосфера и обстановка более такая спокойная располагающая здесь проходят чаепитие ну как видите сейчас все убрано друг с тем другие столы стоят маленькие так что друзья все мы начинаем сегодняшний вечер начинаем работать наверно увидимся уже после сервиса всем всех с праздником погнали о дан few words few words for all russian people who's watching me come on oh um but they really understand me yeah of course okay this is my first christmas in the georgia i'm very excited i've been doing the color ring cv i thought you're gonna say in russian russian what else you know in russian what did you learn that from a cheeky breaky video all right okay yeah i got it i got it one of these tables guys one of these tables go back to the george you know we brought which one doesn't matter any any of this table one of them go to table 14 okay because it's need to be set for breakfast there so you can do it whenever you're ready please okay thank you my evening was amazing i think was most relaxing atmosphere in the george this year than last year and previous years maybe kitchen wise was crazy and mad as usually because so many guests but in the george i think it was good you know you you can't do a quiet and relaxed service for 110 people in one go never no you need to have bigger room more staff and three kitchens tomorrow we're going to just improve few bits and pieces but in general it will be busy anyway да мы закончили сервис все прошло как говорится без сучка и задоринки ну практически конечно столько народу нельзя просто так 110 человек приходит за один раз и нельзя просто обслужить всех чтобы было все идеально все идеально но какие-то минусы были но мы их учтем завтра мы постараемся все это исключить сейчас заканчивать ребята накрывают мне там надо по бумагам немножко разобраться и все поеду домой сегодня наверное напьюсь потому что хочется выпить хочется отдохнуть завтра как уже работа из четырех поэтому сегодня надо будет выпить застолье происходит у нас много где-то как много католиков да и православные нас тоже отмечают сегодня потому что они в орландии находятся это как праздник приняты так что давайте заканчиваем здесь переместимся куда-нибудь в другое место город пустой друзья никого нету потому что где в этот день рождественский вечер орландцы даже в особо не сидят но кто-то сидит на ради ноги какие-нибудь так скажем да и бабы по моему даже закрыта но они все больше дома в этот день а послезавтра где называется saint steven day день святого стивена тоже очень большой день это для них этот день по значимости точно не меньше дня святого патрика зажигают даже еще больше чем день святого патрика я бы сказал отбьют гуляют веселятся по полной программе так что сегодня так все по-тихому больше отмечает я бы сказал наш брат веселиться они уже будут все начинается можно сказать завтрашнего дня с 25 с 26 они уже будут заливаться полно про друзья всем привет слушайте пробую одну штуку типа такого лайфхака вот решил поделиться с вами если у меня получится наверное это будет лучше для тех кто живет в ирландии хотя может и пригодится тем кто живет в других странах как вы знаете в ирландии интернет он довольно таки дорогой по моему самый дешевый пакет домашнего интернета 40 45 евро то есть скорость зависимости от местности где вы находитесь больших городах скорость хорошая в городах небольших деревнях она может быть меньше еще оптий волокно даже не везде существует поэтому скорость она разная но общем фишка в чем 40 евро это довольно таки много я считаю даже для ирландии и поэтому есть опция сделать интернет мобильный то есть тройка это единственная сеть мобильная которая вам дает за 20 евро в месяц безлимитный интернет но без лимитный он тоже условно по моему это 750 или 900 гигабайтов в месяц можете использовать то есть то это тоже выше крыши так в чем фишка берем сим-карту от тройки и вставляем ее в такой модем 4g который в котором есть доступ для сим-карты и попробуем подключить посмотрим какая же скорость посмотрим подойдет ли этот вариант нам или нет потому что на данный момент платим 45 вода фон и вы возможно просто купим такой модем и по 20 евро в месяц будем пополнять и пользоваться и радоваться то сейчас проверим посмотрим какие же скорости так спид тест гол это сейчас наш домашний бродбанд интернет подключенный под вайфаем в общем макбук давайте посмотрим что он выдает время у нас 12 часов дня то есть не пик трафика так скажем 28 мигов на скачку и показывает 13 на то чтобы выгружать пинг 14 у нас все время подключены телефоны подключен телевизор у нас идет интернет на телевидение также компьютер постоянно подключен в общем этого интернета нам хватает все работает хорошо как бы без нареканий так что давайте сейчас посмотрим это все равно стоит 45 евро в месяц итак мы подключили нашу заран тайку power есть этот подразумевая интернет вайфай сигнал у нас показывает раз два три полоски то здесь можно также поставить еще одну антенну сигнал одна полоска опять три полоски то есть прыгает мне о чем и говорил хозяин этого модема что мы тоже прыгала он взял антену чтобы удлинить то есть он поставил на окно мы живем на третьем этаже по сути мы должны быть вообще все хорошо итак мы подключились к этому модему также компьютер подключил и телевизор телевизор уже все идет его подключил по кабелю к модему уже начал работать сейчас посмотрим давайте сделаем еще один speed test проверим на скорость какая же будет сейчас pink 35 тоже выше но это как бы 35 не страшно ничего плохого но выше чем чем был скорость выглядит покруче 60 уже 60 не знаю сколько будет стабильно сейчас покажет но выглядит круче 59 на скачку офигеть 59 на скачку пипец это блин в три раза почти больше ну и на выгрузку 45 в три раза меньше можно сказать но это тоже не проблема мы особо много не выкидываем единственное что будет дольше мои видосы на youtube выкидываться тогда по времени но на скачку 59 48 блин вообще просто бомба несмотря на то что у нас там показывает только две-три полоски связи то есть можно и увеличить до пяти он пошел на телек идет без торможения я телефон подрубил сейчас вот скачиваем кино телек также идет без проблем очень мы взяли эту штуку до вечера посмотрим вот в течение пяти часов как она будет работать как она себя покажет и если что это отличный вариант чтобы перейти чтобы не платить по 40 45 евро 20 евро в месяц пополняете эту симочку вкидывайте в модем роутер все пользуется на здоровье но это первую очередь для тех кто живет в ирландии это будет актуально те кто живет в других странах возможный интернет ну я знаю что в многих странах интернет недорогой где дорогой смотрите подобные варианты друзья день добрый что наступил новый день рождественский день улице по-прежнему пустые все отдыхают вечерком и думаю все будет уже зажигать жестко я уже собрался разобрался еду на работу хорошо что вчера не напился как планировал выпил всего лишь три рюмки вискаря и подумал с утра когда проснулся как же хорошо что я вчера не бухал голова моя сказала мне спасибо сегодня безусловно едем на работу сегодня второй день праздника второй день веселья для гостей примерно все будет то же самое что и вчера как немножко больше декораций другое меню обновление обновленное с индейки потому что день сегодня у нас рождественские а нашество индейка это традиционное блюдо так что предлагаю опять переместиться в замок и начать работу погнали подъезжаем странно даже ворота открыты никого на воротах нет довольно необычно поскольку у нас все гости купили пакет на три дня то есть сейчас все идет так про и вот скажем никого особо в замке не жалуют посторонние по идее не могут кушать у нас все только для гостей которые заплатили относительно большие деньги не относительно это большие деньги на самом деле там еще исчисляются тысячами для кого-то может быть это конечно не большие но по сути для большинства людей нашей планеты это большие огромные деньги поэтому странно почему на воротах никто не стоит по идее все должно быть закрыто на замок так сказать погода смотрите сегодня более-менее пасмурная но нет дождя и это хорошо выпал бы снежок для праздничного настроения было вообще просто шикарно но пока его не наблюдается температура воздуха у нас шесть с половиной градусов по моему 5 и 5 5 и 5 да это не тепло не жар не холодно но снег конечно придал бы свою атмосферу было бы гораздо гораздо интереснее хотя ранца не привыкли к этому это мы ждем снега мы те люди которые приехали из стран где снег они видят самого детства и видит его целый сезон поэтому конечно же нам в не хватает очень изначально было вообще непривычно и необычно про отмечать праздники такие как рождество и новый год и вот смотрите все зеленое деревья даже зеленые трава зеленая то есть да было не совсем обычно но со временем привыкаешь и вспоминаешь о снеге просто как каком-то не знаю сне сладком зимний сон что друзья все я подъехал давайте выбираться из машины пойдем смотреть потому что сегодня у нас был бранч на то есть завтрак и обед вместе проект вас и ланч вместе называется бранч если кто не в курсе то есть они заканчивают завтрак начинают сразу же стороны накрываться на обед сразу же дополняется буфету на завтрак дополняется еще дополнительная станция там готовят сразу и стейки и разные блюда то есть life cooking такой происходит и люди уже сразу же возвращаются можно сказать идут после своего завтрака кружочек сделают вокруг замка и возвращаются уже назад к своему столику чтобы дальше кушать короче все три дня они здесь сидят после этого потом чаепития с вкусняшками бутербродами и сладостями потом короче различные различные много разной еды в разное время дня поэтому три дня гости просто отжираются так скажем так что все это смотреть чего нам еще надо сделать потому что вечер будет сегодня такой же активный как и вчера и и Субтитры делал DimaTorzok Итак, друзья, сегодня выглядит комната вот так Смотрите, шапочки Итак, друзья, подготовка идет полным ходом Так примерно выглядят столы Такие кракеры специально сделаны для Ашвардского замка Интересно, что там за игрушки будут Может что-нибудь подороже Необычные там замочки и брелочки Посмотрим Самому интересно Все кипит, все идет, все подготавливаются Ужина сегодня с 8 часов вечера Сейчас у нас только еще 6.15 Время еще полно Мы уже готовы, можно сказать Скорее бы пришли гости, скорее они придут Скорее мы все разбежимся по домам тусоваться Завтра я опять же работаю с 4, поэтому сегодня Если мы закончим пораньше Можно поехать и повеселиться Ну посмотрим, как там получится Потому что вчера, я говорю, никуда не пошел Пару виски И сегодня я был счастлив Возможно, сегодня сделаем так же Так, друзья, меню у нас на сегодня будет Такое Лосось Квейл Лобстер Рождественский салат Сорбет из яблока Грибной суп Индейка Венисон Рыба торбот И трофел Чеснот и путейт Также десерты Будет пудинг рождественский Аппл крамбл Шоколад И сыры Обратите внимание Появился уже сегодня маленький Иисус Так как родился Рождество сегодня Вот Обычно Эта люлька пустая до сегодняшнего дня Христос воскрес По этому конверию Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну что друзья Вот и закончился рабочий день Закончились этих 3 дня Рождественский вечер День День Стивена Святого Вот сегодня он Ожил немножко город Ну сейчас дождь Просто в улицах никого нету Ну как Практически нету Все собираются на дискотеку Уже все пьяные Я заехал тут в один паб Возле работы Тоже выпил маленький гимнез Со всеми Там прям толпа народу была Сейчас все пойдут на дискотеку Ну в общем Я думаю на этом можно Закончить наш сегодняшний влог Ну смотрите Вон Шуруют Толпы людей Все идут Всем огромное спасибо Что смотрите Подписывайтесь на канал Я иду спать Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok